Деус Экс Хьюмэн Революшн Плавание не нужен от слова вообще, а пацифистское оборудование работает настолько ненадежно, что проще или проходить полным призраком, или надыбать джедайскую колотушку и рубить всех ею, не говоря уже о точке в сюжете, где сделать фраг тупо необходимо. Здесь разработчики учли множество изъянов оригинальной игры вроде крайне неуклюжего стелса, во многом смогли передать ее дух и адаптировать к современным реалиям и виденью, при этом не превратив проект во что-то совсем уже смехотворное и элементарное, и за это им положена большая вкусная печенюшка. Как и положено в игре серии Деус Экс, наш герой Джейси Дентон, только не он, недовольный всем миром работает на мега организацию, в данном случае мега корпорации, выполняя всякие миссии, но при этом имея во всем собственный интерес, в данном случае баба. Бедолагу покалечило во время наемничьего налета, когда его аморы сперли злобные найметы другой мега корпорации, и теперь нашпигованный имплантами по самая мама не горюй, наш ГГ идет воевать со всем миром. Как и в оригинале, в игре есть мирные районы, где можно болтать, делать побочные квесты и затариваться оборудованием, и отдельные локации для миссий, где все очень серьезно и куда нас обычно довозят на вертушке. В основном на миссиях, опять-таки, все здорово, разных подходов к цели обычно несколько, силовой вариант не исключен, пацифистский или хакерский тоже, 90% игры можно проходить так, как тебе хочется. Пока дело не доходит до боссов, убивающих иммерсию и фанк чертовой матери, и оставляющих огромный отпечаток некой сомнительной субстанции на до этого оказавшейся безупречной игре. Их нельзя обойти, их нельзя заболтать, их можно только тупо убить, причем в огромных открытых помещениях с минимумом укрытий. Я честно пытался усыпить амбала с пулеметом из моей транквилизаторки, но почему-то не вышло. Эти моменты нереально бесят, ломают весь ритм игрового процесса, принуждают вместо игры в свое удовольствие судорожно затариваться тяжелым оружием, почуяв, что впереди босс, или просто забивать на мирное прохождение и идти в бойцы. В выпущенной N лет спустя режиссерской версии игры комнаты боссов несколько расширили, дав возможность немного поиграв в прятки, но откровенно говоря это почти ничего не изменило. Использование новых возможностей в камерах с боссами обычно требует очень четкой прокачки конкретно под них. Вторая проблема игры, она оранжевая. Будто насмотревшись призраков доспехов в невинность, авторы решили покрасить все в ядреный оранжевый цвет, а поверх наложить оранжевый же фильтр. Но самое смешное произошло позже в режиссерке, где фильтр зачем-то отключили, явиваясь к миру гладкий, как попка младенца локации, утративший любой намек на выразительность, что гораздо хуже былой оранжевости. Благо это лечится ENB фильтром. Третий недостаток выявлен дополнением Missing Link, которое зачем-то неуклюже впихнули между двух миссий основной части игры. Само по себе весьма годное, оно умудряется сломать погружение нафиг всего одним гениальным сюжетным ходом. На время дополнения у нас отрубают все импланты, и собирать их надо заново. ОК, это логично. Но в конце нереально восстановить все как было, да и сюжет на здоровье героя сильно пошатнулось, и ему нужно в больницу. Но начинаем следующую миссию мы, сходу вернув все свои обилки, все снаряжение, и ни в какую больницу наведаться не желаем. Для игры, столь акцентирующей внимание на погружении в историю и настойчиво требующей замечать все детали, такая нелепость непростительна. Особенно этот косяк выпукло торчит все в той же режиссерке, где дополнение запускается не отдельно от основной игры, а прямо встроено в то место, где оно и должно быть. Это все особенно бесит на фоне того, что в отличие от Вора и новых приключений Лариски, этот ребут, да даже не ребут, а полновесный приквел, это в целом очень и очень достойный продукт. И для многих мои претензии к ним будут просто смехотворными. Редактор субтитров А.Семкин